всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня у нас 10 мая очень холодно свежодовская область живу я ну вот что я хочу показать я посадила вчера позавчера розы 8 мая и вот сегодня я привезла торф розы обязательно я засыпаю корневую шейку не оставляю на поверхности земли и вот сегодня я еще подсыпала их торфом корневую шейку никогда не засыпаю но если вдруг потом мы увидим где-то вот здесь в стороне может пойти шиповник поросли шиповника там по листикам можно в общем-то определить у розы крупный лист и это пять листиков на веточке у шиповника более мелкий лист и как правило 7 листиков на веточке идет но когда появится вот такая поросль если я вам буду показывать удалять ее нужно очень глубоко прям погружаем пальчик вовнутрь и стараемся оторвать эту поросль а так вот сейчас я знаю что многие боятся еще высаживать розы вот кто живет свердловской области потому что у нас очень холодно практически нет еще и зеленой травы не проклевываются не мускарики вот у нас на участке не нарциссы в общем такое где тюльпанчики только начинают пробиваться обычно в это время мускари уже цветут но в этом году вот нет все еще до сих пор так вот розы можно сейчас садить высаживать в общем-то это такой самый подходящий момент не очень жарко вернее совсем не жарко а холодно посадили розу в лунгу и вот засыпали и желательно конечно добавить перегной в лунгу если мы выращиваем розы и сверху верховой торф так как розы в общем-то любит кисловатый грунт вот вот так вот они у меня сейчас засыпаны засыпаем мы корневую шейку примерно на 10 сантиметров 8 10 сантиметров на тоже в зависимости от грунта если грунт вот у нас тяжелый грунт то примерно 8 10 сантиметров я засыпаю если легкий грунт там и до 12 сантиметров можно засыпать сегодня я еще почему так засыпала глубоко примерно 10 сантиметров потому что холодно а почки уже появились на розах так как в общем-то стояли они дома и с наступлением тепла можно немного отгрести будет от корневой шейки чтобы на тяжелых грунтах допустим вот как у нас была присыпана корневая шейка была примерно на 5 сантиметров 5-6 сантиметров сейчас пока можем присыпать 10 даже 12 сантиметров вот здесь тоже эти у меня розы сгоревшие были со сгоревшего участка с территории сгоревшие я их пересадила они такие полуживые были но в общем то потом все-таки листочки далее вот эти я уже посадила свежие так как роста у меня мало осталось все почти сгорело вот так вот они будут видно участок совершенно не прибранный потому что холод не дает нам прибраться даже вот было буквально три дня теплых вот это прошлогодняя роза очень красивая зеленая зелено цветковая но вот это вот солнечные жоги все-таки скорее всего но я надеюсь что она поросли даст от корневой шейки вот тут тоже роза прошлогодняя вот это вот вновь посаженная роза вот видите все засыпано перегноем то можно легко отгрести вот это вот неправильная посадка у забора но пока пока временно я ее сюда посадила так как забор вот этот вот он потом он будет давать отражение она будет страдать от этого хорошо все сделать только начинает распускать листья и да кстати еще в этом году я все еще не обработала профилактином так как профилактином не забывайте что мы обрабатываем период когда уже и ночные и дневные температуры хотя бы три дня постоят не ниже чем плюс 4 так как для чего это нужно вот многие спрашивают у нас в магазине почему нужно ждать такую температуру потому что не потому что профилактин не сработает а потому что вредители еще спят им нужно тепло чтобы они проснулись и в это время когда они оживились и проснулись мы в общем-то и уничтожим ну вот в общем-то тут вот надо разровнять в общем-то видите ничего еще не прибрано и вообще конечно когда говорят о зонах рискованного земледелия урал сибирь но я вот так вот смотрю в сибири то уже люди все садят и у них уже солнышко и тепло а урал то мы вообще конечно страдаем от холодов вот у меня роза вот тоже видите засыпана вот тут уже видно что почечки там идут где-то вот они и вот я ее подсыпала и поэтому вот эти вот холода которые у нас ожидаются еще 12 мая минусовая температура ночью она в общем-то не навредит нашим розам поэтому если вы купили розы и сейчас в замешательстве сажать вам или не сажать можно их посадить только вот хорошо засыпать перед ноем и плюс желательно конечно торф ввести но торф мы вносим верховой верховой торф он кислый низовой торф он нейтральный защелачивать почву под розами не нужно ни в коем случае так как она не любит щелочных почву будет цвести очень скудно на щелочных почвах поэтому никакие вот ветер еще такой дует у нас сильный никакие не известь не золу я ничего не вношу золу можно внести но это уже осенью только весной ни в коем случае будем поливать потом калийными удобрениями но собственно говоря зола она как быстро раскисляет почву так в общем-то быстро она и нейтрализуется на этом я ролик заканчиваю дорогие мои уральцы свердовская область в конкретном случае набраться нам терпения когда мы будем в этом году высаживать все наверно только в июне месяце и поэтому я еще для себя сделала такой вывод сегодня вот мы с сестрой разговаривали насмотревшись в этом году интернета до этого я никогда его не смотрела я повелась на то что все сажают рано посмотрела вроде бы и урал и сибири все равно все сажают февраль начало марта никогда больше я так сажать не буду сеять не буду ни томаты ни перцы ни баклажаны всегда я высевала перцы баклажаны в самом конце февраля а то даже бывало и в первых числах марта в этом году я высыпать посеяла их 26 февраля и в общем-то очень пожалела все перцы у меня уже набирают цвет ну а высаживать их в общем-то говоря очень очень рано баклажаны тоже уже огромные ну вот придется все это передерживать для себя я сделала такой вывод что в следующем году я буду сеять баклажаны и перцы в начале марта где-то числа 5 а тепличные томаты высокорослые я буду как обычно как я раньше и села после 12 марта так как лучше высадить в теплицу низкую рассаду чем вот сейчас мы ее всю измучаем дома она уже дома вся измучилась потому что везти ее рано а дома уже и света мало и места мало и в общем-то неудачный у нас с вами регион дорогие мои друзья уральцы на этом я ролик свой заканчиваю пишите комментарии задавайте вопросы всем до новых встреч будем ждать все таки посевного посадочного времени всем пока пока